Идейным организатором турнира стало Электрогорское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Наши ребята, молодые, совершенно очень достойно-достойно, среди средств, вечная память. Мне приятно осознавать, что у нас растет спортивная плода, активная молодежь. Успехов, удачи, победы. Каждый, 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 каждый каждый живет. Спасибо. Турнир посвящен памяти нашего земляка, воина-интернационалиста, простого электрогорского парня, ставшего настоящим героем. Во-первых, Сергей Алексеевич Селезнев, выпускник нашей школы, он принимал участие в первой контртеррористической операции в Чечне. В одном из боев был ранен и находился в госпитале. Находясь в госпитале, он узнал, что его боевые товарищи уходят на очередное задание. И вот он недолечился и пошел вместе с ними. Как вспоминала его классный руководитель, Алифтина Васильевна, он не мог поступить по-другому. И в бою с террористами 22 марта 1996 года он погиб. За проявленный героизм и мужество, посмертно он был представлен к ордену мужества. По инициативе городского отделения боевого братства был учрежден турнир на почетный кубок имени Селезнева. Насколько я знаю, наши ребята очень любят принимать участие в этом турнире и считают делом чести завоевать этот кубок. Молодому поколению, будущим защитникам Отечества важно знать имена героев и гордиться их подвигами. Мы проводим турнир в честь и в память. И я думаю, что это событие очень значимое для нас. Мне очень хочется, чтобы мы знали об этом человеке, чтобы память о нем не умирала в течение многих-многих лет. Мы, взрослые, передаем эстафету памяти вам. И пока мы живы, пока живы, мы должны стать этим людям, которые в 20-м годе, в 21-м годе ведут незримую борьбу с терроризмом. А эта борьба за наше светлое и мирное будущее. Организаторы пожелали всем командам удачи и победы в честной борьбе и объявили об открытии турнира. Первыми на площадку вышли давние спортивные соперники команды школы номер 14 и лицея. Что ваша команда ожидает от этого турнира? Ну, мы попытаемся повторить прошлые рекорды. Мы выиграли 15-ю, по-моему, с отсчетом 64-11. И сегодня мы попытаемся сделать то же самое. В этом году в турнире приняли участие две команды девушек. В том году мы на кубке Селезнева решили, еще предложили, чтобы участвовали не только старшие классы, но и некоторые младшие классы, например, шестой или седьмой. В этом году с шестыми и седьмыми классами немножечко не получилось, произошли некие накладки. И поэтому мы решили повторить соревнования по баскетболу среди команд девочек. К сожалению, 16-я школа не смогла принять участие, а вот лицей был не против. Поэтому в данном случае мы видим на площадке у нас команду девушек лицея и команду девушек 14-й школы. Скорее всего, они будут играть между перерывами, чтобы одна команда могла отдохнуть и другая команда могла передохнуть перед финальными играми. В товарищеском матче между ученицами школы номер 14 лицея победа улыбнула спортсменкам 14-й школы. А вот такая встреча у вас с командой другой школы проходит в первый раз? Нет, уже второй. А как первая прошла? Ну, мы, конечно, проиграли, но мы старались. А от этого встречи что ожидаете? Ну, надеемся, что мы победим. Кубок и грамоту за второе место получили ребята из школы номер 16. Бронзу завоевали учащиеся Павла Посадского техникума. Лицеистов наградили кубком участника. Лучшим игроком турнира стал Константин Кучерявый. А переходящий кубок победителя снова остался у команды 14-й школы. Вы уже не первый год снимаете, первые места. В чем причина успеха вашей команды? Мы много тренируемся. Все ребята очень хорошо проявляют себя во всем. У нас отличный тренер Денис Викторович. Ну, и все у нас талантливые игроки. Продолжение следует...